Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Направление работы на улучшение качества жизни населения представители регионального ОНФ выступили с общественными предложениями перед главой региона и членами областного правительства. 30 лет независимости. Юбилейную дату со дня подписания федеративного договора отмечает еврейская автономия в 2022 году. Количество новобранцев из ЕАО вооруженные силы Российской Федерации сократится, а призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. Разработали основные направления в работе на 2022 год представители регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с губернатором региона Ростиславом Гольштейном. Руководитель исполкома движения Игорь Шавернев выступил с докладом, в котором рассказал об успешном взаимодействии с региональными и муниципальными властями, а также представил на рассмотрение правительству общественные предложения, направленные на улучшение жизни населения области. Он акцентировал внимание на капитальном ремонте образовательных организаций, общежитий, учреждений, среднего профессионального образования, предложил рекомендовать мэрии Биробиджана разработать пилотный маршрут пассажирского автотранспорта, связывающий наиболее востребованные социальные объекты, а также проработать вопрос по отводу поверхностных и ливневых вод с улиц областного центра. К сожалению, на данный момент данная проектно-сметная документация не готова. К счастью, на сегодняшний день стали в рамках реализации программы по безопасным качественным дорогам делать проекты с водоотведением, с полотна дорожного. Но это кардинальным образом ситуацию не изменит. Поэтому на сегодняшний день мэрия активно ищет возможности, разрабатывает с потенциальными подрядчиками, чтобы узнать, во-первых, собрать коммерческие предложения, понимание должно быть, сколько это стоит. Я попросил вас, Максим Анатольевич, наверное, заняться не проектно-сметной документацией, которая у нас лежит просто порой на полках и стоят 10% от стоимости всех работ, это огромные деньги, а взять отцов-основателей, специалистов и постараться восстановить те системы водоотведения, которые были и которые на самом деле сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, заросшие, каналы заелены и посмотреть, восстановить то, что возможно. Среди других предложений ОНФ устранение строительных нарушений, сохранность жилых домов в селе Новое Ленинского района, построенных для пострадавших от наводнения 2013 года, а также обеспечение исполнения национального стандарта при монтаже детских игровых площадок, не упустили и остросоциальные проблемы. Меня очень волнует здравоохранение. Это, наверное, та болезненная тема, которая волнует и меня, и, наверное, каждого жителя нашей области. Во-первых, лекарства, обеспечение лекарственными препаратами всех нуждающихся групп населения, причины такого дефицита, как устранить этот дефицит, как работать с этим, как помочь людям. Вот это вот очень важный момент. Ростислав Гольдштейн поручил членам регионального правительства проработать все обозначенные предложения и в установленные сроки предоставить доклад в Управление по внутренней политике. Ольга Киселева, Павел Славин, Новости 21. 30-летие в статусе самостоятельного региона отмечает еврейская автономия. 31 марта 1992 года в Кремле был подписан федеративный договор. Путь к самоопределению для ЕО был непростым. Это доказывают документы и публикации того времени. По рассказу сотрудника Государственного архива Юлии Кондратьевой, все началось в 1990 году с принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Тогда все субъекты республики определялись со статусом. В том числе пять автономных областей в составе РСФСР подписали декларации тоже о своем государственном правом статусе и стали автономными союзными социалистическими республиками. Осталась только еврейская автономная область. Она все еще находилась в составе Хабаровского края. Движение «С мертвой точки» началось уже в конце 1990 года. Тогда Совет народных депутатов принял проект декларации о государственно-правовом статусе. Вот это, можно сказать, первая попытка, первый заход выйти из состава Хабаровского края, стать самостоятельным и стать, самое главное, автономной союзной социалистической республикой. Именно это предлагал проект декларации. Но эта декларация не была одобрена Верховным Советом и осталась только на бумаге. На бумаге остались и позиции граждан. Жители ЕО разделились на два лагеря. Свои мнения люди разных профессий и статусов выражали даже на полосах газет. Во второй половине 1991 года в области, во всех ее районах, производилось активное обсуждение этой декларации. И надо сказать, что некоторые районные советы были против выхода из состава Хабаровского края образования республики. Все точки над «и» поставила Москва после подписания федеративного договора. Регион вышел из состава Хабаровского края и остался единственной в России автономной областью. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Меньшее количество новобранцев призовут из ЕО Вооруженные силы Российской Федерации весной 2022 года по сравнению с весной прошлого. Призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. Под нее подпадают лица в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие отсрочку. За это время по всей России планируется призвать 134,5 тысячи человек. Первые отправки в армию начнутся в 20-х числах мая. Большинство новобранцев из области будут проходить службу в подразделениях Восточного военного округа, в том числе на территории автономии. Я сразу хочу со всей ответственности повторить все слова, которые были сказаны нашим верховным главнокомандующим, президентством Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным, и должностными лицами Министерства обороны, начиная от министра обороны и тем должностным лицам, которым положено говорить и распространять информацию. Ни один военнослужащий по призыву на территории специальной операции или в какие-либо другие горящие точки направлен не будет. При проведении призывной комиссии будут соблюдаться все необходимые эпидемиологические нормы для предотвращения распространения коронавируса. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. О проблемах из первых уст заместитель генпрокурора страны Дмитрий Демешин посетил Октябрьский район с рабочим визитом. Собрались во имя единства о съезде раввинов России, рассказал на авторадио Бирбиджан делегат от ЯО. Лучшее вложение – это вложение в комфорт и уют в вашем доме. Акции от компании «Стройлига». При заказе остекления балкона или балкона под ключ вы получаете сушилку для белья в подарок. При заказе окна – москитная сетка в подарок. Также действует скидка до 35% на окна и балконы. «Стройлига». Бесплатный замер по всей ЯО. Телефон 77-9-55. Адрес улица Шалом-Алейхима, 73. Внимание! Маленькие любители театра и их родители. Кудесник приглашает на спектакли. 2 апреля в 11.00 сказка для самых маленьких. Интересно все вокруг. В 13.00 спектакль по мотивам сказки Андерсона «Дюймовочка». 3 апреля в 11.00 спектакль о дружбе котенок Гав. А в 13.00 «Куриный детектив». Проведи выходные в Кудеснике всей семьей. Твоя аптека.рф – онлайн-сервис бронирования лекарственных средств. Хотите покупать быстро и выгодно? Просто оформите заказ в приложении и заберите его уже через 10 минут в любой ближайшей аптеке или закажите курьерскую доставку. Для вас работают более 300 аптек-партнеров на Дальнем Востоке. Действуют регулярные скидки, акции, бонусная программа и бесплатные консультации квалифицированных специалистов. Твоя аптека.рф В ООО ПМК «Биробиджанводстрой» требуются дорожные рабочие на дорожно-строительный участок, оплата труда при собеседовании, официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Справки по телефонам 8-964-479-2842, 8-924-154-3771 и 8-42-622-75-676. Заказывай любимое блюдо итальянской кухни в кафе «Филичита» через приложение «ЮДС». Удобное меню, бесконтактная доставка, а еще возможность экономить, рассчитываясь бонусами. Принимаем заказы с 10 утра до 10 вечера или звони 8-924-645-7070. Настоящая итальянская еда. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай 222-89 и 8-914-815-96-78. Мучает сколиоз и ломота в суставах? Устали от головных болей? Центр восточной медицины «Гармония». Это акупунктура, различный массаж, постинсультное восстановление и многое другое. «Гармония. Жизнь без боли». Улица Дзержинского, 20-Б. У Ивановых на балконе дождь идет. Вот так. А у Петровых вот так. Просто Петровы купили балкон в технологии роста и получили шумоизоляцию в подарок. Технология роста. Ваш тихий, уютный балкон. Звони и заказывай. 2-22-11. Новое поступление мужских курток в русском размере. Весна уже началась, а вы еще не приобрели демисезонную одежду. Отправляйтесь в русский размер. Турецкие мужские куртки и жилетки от 54-го размера. От 2700 до 6200 рублей. Обновляй гардероб в русском размере. На Шаламарейхима 12. Это Бомба! Школа-студия Бомба – это федеральная обучающая сеть, где можно получить сертификат мастера международного образца. Мы вошли в топ-50 лучших учебных центров России. Наши курсы – архитектура бровей, ламинирование ресниц и бровей, маникюр, шугаринг, наращивание ресниц, а также курсы повышения квалификации. Бомба! Пионерская 58В. В Центр комфортного проживания требуется бухгалтер по начислению заработной платы, слесарь и сантехники, водитель категории БЦ, электрики, электрогазосфарщики, плотники, крановщик, КАТО, техник, тракторист, монтажники, окон ПВХ, дворники, уборщики и уборщицы лестничных клеток. Обращаться по адресу улица Индустриальная, 1А, с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13, телефон 2-46-10. Второй Наполеон в Биробиджане. Теперь и на Пионерской 92. Современные, надежные и безопасные напольные покрытия. Еще больше коллекций, новинок и выгодных цен. Магазины Наполеон. Пионерская 92 и Невская 16А. Покупайте там, где знают все о полах. Давно хотели работающую рекламу своего бизнеса? Хотите, чтобы ваш ролик увидели и услышали 20 тысяч потенциальных клиентов ежедневно? Время пришло! Риа Биробиджан объявляет снижение цен. Нужны подробности? Звони прямо сейчас по номеру 7-10-65 или пиши в WhatsApp 8-964-827-33-26. Внимание, садоводы и огородники! На переулке МТС-20 открылся новый магазин! Инвентарь, комплектующие, грунт, удобрения и новинка! Опрыскиватели с аккумулятором! Все для сада и огорода на переулке МТС-20. В охранную организацию требуются охранники с 4 по 6 разряд для работы вахтовым методом в Дальневосточном регионе. Заработная плата достойная, без задержек. Аванс, соцпакет, компенсация проезда, проживание, выдача, обмундирование. Телефон 8-914-538-7236. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин совместно с губернатором области Ростиславом Гольдштейном в ходе рабочей поездки в Еврейскую автономную область провел личный прием граждан. Их визит стартовал в селе Амурзе от Октябрьского района. В мероприятии принимали участие руководители органов власти и местного самоуправления. Жители района рассказали высокопоставленным гостям о наболевших проблемах. Это вопросы соблюдения законодательства в жилищно-коммунальном секторе, неисполнение органами местного самоуправления обязанностей по ремонту автомобильных дорог. Дорога от Амурзета до Екатерина Никольска очень разбита. Каждую осень и каждую весну. А на грунтовой, извините, видите? Да, да, да. В общем, расстояние 10 километров. А вот на сегодняшний день мы в дороге 40 минут. Вопрос приоритизации, да? Марина Юрьевна, в прошлом году достаточно денежные средства были выделены, и в этом году выделяются районы. Вы же выставляете приоритеты? Конечно. Сколько денег вам в прошлом году было выделено? Порядка 75 миллионов рублей. 75 миллионов рублей. Ну, посоветовались с жителями и решили в селе Амурзет сделать дороги, да? Да, мы, получается, проверили... В этом году сколько вам выделяется? В этом году выделяется 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей. Ну, Дмитрий Юрьевич, можно приоритеты другие поставить и сделать эту дорогу? В одном из обращений жители пожаловались на действия местной администрации по организации благоустройства на территории муниципального кладбища. Собственники помещений многоквартирных домов обратились по вопросу организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Не забыли о проблеме благоустройства и содержания муниципальных территорий. У нас в селе Амурзет есть, по улице Набережная, есть стела русско-китайская дружба, которая находится на балансе ни у кого не стоит районами, и получается, подвергается... Ну, ничья никому не нужна, никто за ней никакого ухода нет, и подвергается актам до пандемии. Хотелось, чтобы кто-нибудь взял ее на баланс. Эту проблему решили не просто проработать, а увидеть своими глазами. Гости района в ходе незапланированной экскурсии на местную набережную убедились в крайне неудовлетворительном состоянии, в котором пребывает объект, призванный подчеркнуть межнациональную дружбу. Дмитрий Демешин по поступившим обращениям поручил незамедлительно организовать проверки, принять эффективные меры реагирования. Восстановление прав граждан поставлено на контроль. Также по итогам работы в регионе комиссии Генеральной прокуратуры Дмитрий Демешин объявил предостережение начальнику Департамента здравоохранения Валерию Жукову о недопустимости нарушения законодательства в части финансирования мероприятий госпрограммы здравоохранения в регионе. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости, 21. Впечатлениями о Всероссийском съезде Равинов поделился в эфире Авторадио участник съезда Равин Биробиджана и ЕАО Эфраим Колпак. Съезд состоялся в Нижнем Новгороде. Делегат от ЕАО рассказал о главных моментах этого мероприятия. Это встреча с Равином Лазаром. Была торжественная встреча с губернатором Нижегородской области и с мэром Нижнего Новгорода, и с мэром Дзержинска. Вот там была большая делегация. Это происходило в синагоге. То есть такое как приветствие. А потом было уже собрание с Равином Лазаром, на котором мы обсуждали какие-то текущие вопросы. Вот. И потом, собственно говоря, уже начинается шаббат. И самая душевная, самая главная часть, большое застолье. В ходе которого Равины со всей страны не только угощались, но и делились опытом успешной деятельности в своих регионах. Эфраим Колпак, выступая в свою очередь, рассказал о сотрудничестве Биробиджанской общины с организацией «Яхот». Участники съезда также много времени посвятили вопросам подготовки к грядущему празднику Песах и 120-летию со дня рождения седьмого Любавического Рэбе, своего духовного лидера и учителя. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Олег Яковлев. Новости 21.